На улицах района Кенсингтон, всего в полутора километрах от исторического центра Филадельфии, почти ежедневно кто-то умирает от передозировки обезболивающими. Энтони, который сам борется с этой зависимостью, говорит, что видел такое собственными глазами. Я пошёл к железнодорожному полотну, чтобы принять дозу, и нашёл там парня. Он был мёртв уже несколько дней. А ведь это чей-то сын, чей-то отец, чей-то брат. Опиоидная эпидемия в США подпитывалась чрезмерным назначением таких препаратов, как оксикодон. Нигде в мире не применяют опиоиды так, как мы это делаем в Америке. Мы составляем 5% населения планеты, а используем 85% опиоидов в мире. Почти в 200 тысячах случаев смертность от передозировки связана с рецептурными обезболивающими. Это число увеличилось почти в 4 раза за счёт появления более мощных синтетических лабораторных опиоидов. В отличие от предыдущих наркокризисов, этот начинается с семейного врача. В своей работе врач Джон Домбровский фокусируется на альтернативах опиоидам. Он говорит, что в прошлом врачи, не задумываясь, назначили бы обезболивающие. С нас всё начинается. Мы прописываем лекарства. А рейтинг удовлетворённости работы врача, составляемый пациентами, оказывает на нас сильное давление. Итак, если я хочу довольного пациента, я выпишу ему то, что он требует. Опиоиды блокируют боль. Но они могут, во-первых, иметь серьёзные побочные эффекты, а во-вторых, в сочетании с другими обезболивающими, привести к наркомании. Когда пациентам отказывали в рецептурных опиоидах, они переходили на более дешёвые, незаконные альтернативы, такие как героин. Когда наркоманы не могут купить таблетки на улице, у них есть альтернатива – купить за 10 долларов пакетик героина. У нас в стране в целом есть серьёзная проблема с наркоманией. Мы не относились к ней как к заболеванию, что следовало бы делать. Поэтому в течение многих лет эта проблема становилась всё больше и больше. Некоторые улицы Кенсингтона – открытый рынок наркотиков, где препараты покупают и употребляют. Именно здесь, по словам сотрудников правоохранительных органов, наркоманы могут найти самый дешёвый и самый сильный героин в стране. Меня на героин посадил друг, и это продолжается уже в течение пяти лет. То чистый, то нет – это сложно. Согласно оценкам, почти 2,5 миллиона американцев пристрастились к опиоидам, в том числе к чрезвычайно сильным синтетическим, таким как фентанил. Его изготавливают в Китае для американского чёрного рынка. Фентанил может быть в 50 раз сильнее, чем героин. Моя мать была зависимой, и я стал применять препараты, чтобы позлить её. Потому что она это делала. И я хотел показать, как я себя чувствую. И пристрастился. Дэйви злоупотреблял опиоидами в течение 10 лет. Он говорит, что небольшое количество фентанила, смешанного с героином, способно убить. У меня был хороший друг. Я наскрёб ему всего несколько зёрен из практически пустого пакета. Он умер от передозировки, хотя ему три раза давал наркан – такой антидот. Вот насколько он силён. Никто не ожидает смерти от передозировки. Никто. Эксперты говорят, что новые усилия по пресечению эпидемии вызваны не просто огромным количеством смертей и числом наркоманов, но и расширяющейся демографией эпидемии. Сейчас это распространилось на пригороды, на белых подростков, на людей, на которых обращают внимание в Соединённых Штатах. Меньшинства и раньше сталкивались с этими проблемами, но на это никто не обращал особого внимания. Чтобы выработать новый курс, политики советуются с врачами и пересматривают законы о наркотиках. Передозировка наркотиками сейчас является главной причиной случайной смерти в нашей стране. Мы хотим помочь тем, кто оказался в такой сильной зависимости. В Министерстве здравоохранения говорят, что цель – предотвратить новые случаи опиоидной зависимости, а также предоставить долгосрочное лечение тем, кто уже болен.